Православная и Католическая Церкви некогда составляли одну Церковь. Разделение между ними произошло в 1054 году. Каковы основные различия между двумя традициями? 1. В Католической Церкви верховным епископом для всех христиан, наместником Иисуса Христа на земле, источником всякой церковной власти, считается Папа Римский. В Православной Церкви нет единого верховного епископа, но каждая автокефальная, то есть самостоятельная церковь управляется своим собором епископов, во главе которого стоит предстоятель – патриарх, митрополит или архиепископ. Все предстоятели поместных церквей равны между собой, ни один не подчиняется другому. 2. В Католической Церкви существует учение о непогрешимости, точнее, безошибочности Папы Римского, когда он выступает со своей кафедры, излагая церковное учение. Любое соборное решение, в том числе по богословским или догматическим вопросам, вступает в силу только после утверждения его Папой. В Православной Церкви нет человека, который обладал бы непогрешимым авторитетом, и окончательные суждения по богословским вопросам выносятся соборами епископов. Эти решения не утверждаются единолично каким-либо человеком. 3. Католики верят, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Соответствующее прибавление, так называемое филиокве, они сделали в символе веры. 4. Православные верят, что Дух Святой исходит от Отца, основываясь на словах Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, о том, что Дух Истины от Отца исходит. 4. Католики верят, что помимо рая и ада существует еще Чистилище — промежуточное состояние между блаженством и мучением, которое имеет временный характер. Муки, испытываемые там грешниками, имеют очистительный характер. Православные не верят в существование Чистилища, признавая только два посмертных состояния в соответствии со словами Иисуса Христа, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. 5. Католическая Церковь исповедует догмат непорочного зачатия Девы Марии. Согласно этому догмату, блаженная Дева Мария была с самого первого момента своего зачатия особой благодатью и расположением всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя Рода Человеческого, сохранена незапятнанной никаким пятном первородного греха. Православная Церковь не признает этот догмат, хотя и она считает, что Пресвятая Богородица была предызбрана Богом, чтобы стать Его Матерью, и называет Богородицу Пресвятой, Пречистой и Преблагословенной. 6. В католической традиции вселенскими считаются соборы, проходившие в период с IV по XX века, общим числом 21. Православная традиция признает только семь вселенских соборов, проходивших с IV по VIII века. 7. У католической и православной Церквей разные календари. Основные церковные праздники являются общими, однако даты их празднования не совпадают. Пасха лишь иногда празднуется православными и католиками в один день, чаще в разные дни. 8. В католической церкви латинского обряда не только епископы, но и священники должны быть безбрачными. В Православной Церкви священник может быть как безбрачным, так и состоящим в браке. 9. В католической церкви латинского обряда широко распространено причащение мирян под одним видом — только телом Христовым. В Православной Церкви миряне причащаются под двумя видами — телом и кровью Христа. 10. У католиков латинского обряда для Евхаристии употребляется пресный хлеб, у православных — квасной. 11. Католики латинского обряда совершают крестное знамение слева направо всеми пятью пальцами. Православные крестятся справа налево тремя пальцами, а в старом обряде — двумя пальцами. 12. В католической традиции младенцев после крещения не миропомазывают и не причащают. К причастию дети допускаются, как правило, по достижении семи лет, а к миропомазанию — конфирмации — в более позднем возрасте. В Православной Церкви таинство миропомазания над младенцем совершается одновременно с таинством крещения. Все крещенные младенцы допускаются к причастию. Из перечисленных двенадцати отличий первые шесть относятся к вероучению, последние шесть имеют обрядовый характер. Более подробно ознакомиться с православной традицией вы можете по книге «Катехизис. Краткий путеводитель православной веры». В ней изложены основы вероучения, нравственности и богослужебного строя Православной Церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова